Этому зданию на Ленина 17 около 150 лет. В духовном училище в разное время находился госпиталь, школа, совсем недавно городская администрация. Но сегодня здесь хозяйничают строители, вернее подрядная организация, которая занимается реконструкцией памятников архитектуры. Исторический облик здания, а также цветовое решение будет сохранено, обещают представители Алтайской церкви. Более того, фасад здания, который выходит на Ленинский проспект, сдадут ко дню города, к 5 сентября. Когда начнется обустройство помещения, говорят, известно только Богу. Реконструкция ведется на средства благотворителей. Здесь неглубоко находятся грунтовые воды, и поэтому необходимо зданию сделать гидроизоляцию, для того, чтобы не разрушался фасад, который мы отремонтируем. Барнаульские врачи против предложения сенаторов создавать бэби-боксы шаговой доступности. Накануне эту идею высказали в Совете Федерации, считая, что таким образом удастся сохранить жизнь младенцев, которые оказались ненужными своим родителям. Между тем, уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Павел Астахов, а также многие педиатры, уверены, от этой инициативы больше вреда, чем пользы. Сегодня таких окон жизни, где мать может анонимно оставить нежеланного ребенка, около двух десятков в 14 регионах страны. В крае таких специализированных пунктов пока нет, хотя случаи отказов от детей фиксируют ежегодно. В Барнауле отказничков, как правило, помещают в седьмую и во вторую детские больницы. Здесь они находятся до полутора месяцев, а после их отправляют в дом ребенка или детский дом. Я в течение 30 лет работаю в этой больнице. У нас всегда было все прозрачно, спокойно, можно было без вопросов обратиться в органы опеки, в поликлинику, там еще куда-то, и ребенка официально сдать. Это действительно подталкивает, потому что отдать тебе ничего не будет, никто об этом не знает. О деле и обуле 20 детишек из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня городской совет женщин, работающий при главе администрации Барнаула, провел свою акцию «Соберем детей в школу». На протяжении 7 лет адресно эти дамы помогают подготовиться к барнаульским семьям. Обычно они приглашают их в торговый центр и по заранее составленному списку приобретают школьнику все, что необходимо. На этот раз семьи вольны были приобрести все, что хотят. Правда, в пределах 5000 рублей. Ольга Калачева, Александр Морозов, Павел Лаурень. Информационный канал. Город.